Конфликт России с НАТО неизбежен, если военные страны Альянса появятся на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что консенсуса по вопросу отправки военных на Украину среди европейцев нет. Есть страны, которые трезво оценивают возможные последствия и потенциальную опасность этого шага. Накануне, напомню, президент Франции, Эммануэль Макрон не исключил такого развития ситуации. Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину и стран НАТО, это, конечно, очень важный новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Фрефранции так или иначе уже озвучивались. Мы также адвоксировали, что очень богатые палитры мнений на этот счет. Действительно, консенсуса нет. Целый ряд стран, участниц этого мероприятия, которое было в Париже, они сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия. И потенциальные опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя. Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран. Они должны отдавать себе в этом отчет. Дмитрий Песков. Европейские лидеры открещиваются от заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, не поддержали его и руководители НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг заявил, что у Альянса нет планов отправлять войска на Украину. В Париже, напомню, накануне прошла конференция, посвященная поддержке Украины. Выступая по ее итогам, Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки на Украину войск, но консенсуса не достигли. За событиями следил наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. Большинство выступавших и комментирующих заявления президента Франции, большинство вообще говорит о том, что такой вопрос не стоит перед НАТО. Премьер-министр Нидерландов Рютте, а я напомню, он, возможно, будущий генеральный секретарь НАТО, он сказал, что этот вопрос в принципе не стоял в повестке дня. Об исключениях говорят, здесь можно приводить очень много примеров, и премьер Швеции Ульф Кристерсон сказал, что этот вопрос не актуален. И премьер-министр Чехии, несмотря на то, что Чехия, мы знаем, выступает с достаточно жесткими заявлениями и говорит о необходимости широкой поддержки Украины, но, тем не менее, премьер-министр этой страны сказал, что его страна не намерена посылать каких бы то ни было военных на Украину. И, например, премьер-министр Великобритании Риши Сунок, а мы помним, что ряд военнослужащих Великобритании уже официально находятся на Украине, и они оказывают консультационную, как они говорят, по крайней мере, поддержку вооруженным силам Украины. Так вот, Риши Сунок тоже сказал, что у Великобритании нет планов по увеличению вот этого небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся на территории Украины. Но, тем не менее, нельзя не сказать, что Эммануэль Макрон, когда выступал на пресс-конференции, то кроме вот этого заявления о том, что такого рода вопрос нельзя исключать, как он сказал, отправку войск НАТО на Украину, он также, когда его начали задавать ему дополнительные вопросы, кто за, кто против, поддерживает ли кто-то подобного рода идеи, Эммануэль Макрон на это сказал следующее. Люди, которые говорят никогда, это те самые люди, которые в свое время говорили никаких танков, никаких самолетов, а сейчас те же танки поставляются. То есть, Эммануэль Макрон достаточно четко сформулировал, что нельзя отрицать, что этот вопрос может быть обсужден в НАТО. И приведу пример еще одно высказывание того же премьер-министра Чехии Петра Фиалы, которого я уже упоминал. Так вот, Петра Фиала сказал, что я могу подтвердить, что есть страны, которые говорят, что это предложение следует рассмотреть, и есть страны, которые готовы послать свои войска. Он не называет эти страны. И, кстати говоря, сам Макрон тоже, когда его как раз попросили на этой пресс-конференции, назовите хоть кого-то, кто готов это обсуждать, он сказал следующее выражение, я не буду снимать двусмысленность этого вопроса, называя те или иные имена. То есть, он ушел от конкретного ответа, но по-прежнему стоит на своей позиции, что эта тема для НАТО актуальна. Вот это очень важно. И, конечно, для Эммануэля Макрона, который лично организовал вот эту конференцию в Париже, лидеров стран Европейского Союза, для него было очень важно привлечь внимание к этой конференции. Таких конференций прошло немало, и вот для того, чтобы люди бурно обсуждали, он-то как раз и сделал вот это заявление о возможности отправки войск НАТО на Украину. Это действительно новость, это действительно новое сообщение, и, возможно, именно ради него Макрон это все и устраивал, только для того, чтобы потом все обсуждали его слова. Но, как бы то ни было, последнее, что я хочу процитировать, это еще одно заявление Эммануэля Макрона. Уже сейчас, когда он увидел, сколько людей выступает против его заявлений, более того, кстати, хочу сказать, в самой Франции очень многие выступили категорически против, и более того, если лидеры других стран все-таки выбирают какие-то выражения по отношению к Макрону, то, естественно, лидеры французских партий, особенно оппозиционных партий, они эти выражения не выбирают. И, например, Жан-Люк Меланшон, глава непокоренной Франции, заявил, что война против России, о которой говорит Макрон, это свидетельство просто сумасшествия. И лидер соцпартии Оливье Форд тоже сказал, что эти слова Макрона – это просто безумие. Вот после всех этих заявлений Эммануэль Макрон сказал, что сейчас позиция Франции – стратегическая двусмысленность, и я ее поддерживаю. То есть мы понимаем прекрасно, что Эммануэль Макрон сейчас хочет выступать человеком, который в той или иной степени может поднимать новые темы и при этом сохранять внимание и к себе, и к роли Франции в будущем развитии украинского конфликта. Сергей Курокчин, наш европейский корреспондент. И добавлю, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус также исключил отправку немецких военнослужащих на Украину и подчеркнул, что предложение Макрона никто не поддержал. Глава Министерства иностранных дел Италии заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину. «Мы не воюем с Россией», – буквально сказал Антонио Таяни. При этом премьер-министр Франции Габриэль Аталь заявил, я цитирую, «Нельзя ничего исключать в войне, которая идет у дверей Европейского Союза». Конец цитаты. Так глава французского правительства ответил на вопрос, могут ли французских солдат отправить на Украину. Марш фермеров, присоединившийся к ним шахтеров и охотников, парализовал центр Варшавы. Манифестанты требуют запретить ВОЗ Польшу сельскохозяйственной продукцией с Украины. В свою очередь, Киев требует найти и наказать тех, кто высыпал почти полторы сотни тонн украинского зерна из железнодорожных вагонов. За манифестациями польских фермеров внимательно следит наш европейский корреспондент Регина Севастьянова. Согласно официальным, по крайней мере, оценкам, в которые, кстати, сошлись и организаторы, и мэрия города Варшава, около 10 тысяч человек в общей сложности собралось на эту акцию протеста. И это, кстати, на данный момент самая крупная акция протеста, из аналогичных, касательно вот этих манифестаций фермеров, проходящих в Польше аж с 9 февраля. При этом по видео и фотосъемкам, которые можно видеть в интернете, видно, что польские фермеры выдвигают все те же самые требования, которые из самого начала они озвучили. Это требования смягчить так называемый зеленый переход, ту его часть, которая касается сельхозпроизводителей, а кроме того, обратить внимание на ситуацию на польско-украинской границе. Многие баннеры конкретно на это нацелены. Фермеры пишут, если прочитать эти слоганы, о том, что слишком дружелюбно Польша относится к своим украинским коллегам, и теперь польские фермеры настаивают на том, что должно быть квотирование на ввод украинской продукции. А также, напомню, они неоднократно говорили о том, что требуют от Евросоюза ввести аналогичные стандарты производства, которым вынуждены следовать аграрий на территории ЕС, и для тех украинских фермеров, которые будут поставлять свою продукцию на территорию Евросоюза. В 11 часов по местному времени движение колонны раскрашены в бело-красные цвета. Практически у каждого фермера, опять же, судя по фото и видео, свидетельствам в руках национальный флаг. Двинулись к канцелярии премьер-министра Польши. При этом, надо сказать, что его на месте сегодня не было. Дело в том, что Дональд Туск находится на этот момент в Праге, где встречается с коллегами по так называемой Вышеградской группе. И там на этой встрече тоже обсуждался вопрос реакции на кризис фермерсов. В частности, по итогам встречи Дональд Туск заявил, что Польша готова помогать Украине. Но в том, что касается свободной торговли с Украиной, мы должны принимать во внимание и интересы наших сообществ, общественных и экономических. И в этом случае у нас единое мнение. Нам необходимо работать вместе с Брюсселем, чтобы помощь Украине не была в ущерб нашей экономике и особенно нашему сельскому хозяйству. Туск выступил с этим заявлением после встреч с коллегами из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Накануне, как известно, представитель Польши, как и других стран Евросоюза, тоже было в Брюсселе, где министры сельского хозяйства обсуждали реакцию на требования фермеров и где началось обсуждение возможности смягчения позиции зеленого перехода, а также увеличения финансовой помощи фермеров со стороны официального Брюсселя. Ну и, конечно, касательно Польши, следует отметить тот факт, что начался диалог о возможности передачи 137 миллиардов евро, которые на данный момент заморожены из общеевропейского фонда. Среди требований фермеров, которые сегодня озвучиваются в Варшаве, также обратить внимание на то, что часть этих средств может быть направлена на субсидии им. Сегодня спикер Сейма Польши Шимон Холовня принял делегацию фермеров, которые участвовали в этой акции, но по итогам этой встречи на данный момент каких-то заявлений не было сделано. При этом добавлю, что в отличие от Западной Европы, Восточной Европы, в частности Польши, правительство поддерживает аграриев в их требованиях, о чем еще раз можно отметить, собственно, Пинск сегодня не сказал. Ну и добавлю, что министр сельского хозяйства Польши также заявил о том, что на его взгляд Европейская комиссия слишком нерациональные требования сейчас выдвигает к производителям на территории Альянса. И накануне он об этом на саммите сказал, он рассчитывает на то, что в ближайшее время соглашение о смягчении требований зеленого перехода будет достигнуто. Леген Севастьянова, наш собственный корреспондент Европе. Вести ФМ. Первые о главном. И в России, в Москве, скончался пациент клиники пластического хирурга Хайдарова. Смерть наступила через несколько дней после проведенной операции. Ранее в этом году Роскомнадзор проверял клиники Хайдарова, нашел много нарушений. Вот до этого на хирурга жаловались звезды шоу-бизнеса, которые были недовольны результатами проведенных им операций. Подробности у Бориса Бейлина. Московский бизнесмен Петр Гаврилов лег в клинику IQ-пластик доктора Хайдарова. 17 февраля ему сделали желудочное шунтирование, сообщает телеграм-канал Мэш. Такая операция позволяет снизить аппетит, благодаря чему пациент худеет и при этом не испытывает чувства голода, то есть избавляется от лишнего веса. Гаврилова выписали, но через три дня уже дома ему стало плохо. Он вызвал скорую, жаловался на боли в районе груди. Пациента отправили в больницу, но его состояние ухудшалось, он впал в кому и умер через 10 дней после операции на желудке. Предварительный диагноз – заражение крови. Близкие Петра Гаврилова считают, что это из-за операции, они собираются судиться с клиникой. Тимур Хайдаров – модный пластический хирург. К его услугам прибегали многие звезды шоу-бизнеса. В Москве у Хайдарова несколько клиник. Некоторые операции стоят миллионы, клиенты выстраиваются в очередь. Прошлым летом возник скандал. Певица Слава обвинила Хайдарова в непрофессионализме. После пластической операции одна грудь у нее стала выше другой. Славу поддержала другая певица – Любовь Успенская. Она тоже была клиенткой клиники доктора Хайдарова. Сделали операцию. Прошел месяц, я увидела, что у меня подвисают руки, что у меня грудь одна стала каменная, стала разных размеров мясник. Он мне просто изрезал руки. У меня все было в шрамах, и швы не заживали. Выяснилось, что претензии к клиникам Хайдарова имеют еще несколько женщин. Они жаловались на рубцы и боли и требовали вернуть деньги, заплаченные за неудачные операции. В свою очередь Тимур Хайдаров обратился в правоохранительные органы. По его словам, он сам стал жертвой организованной травли. Раскрытие банковской тайны, вымогательства и, что самое страшное и неприятное, угрозы, угрозу убийством. В начале года три клиники доктора Хайдарова IQ Plastic, GMT и Olymp Clinic проверял Росздравнадзор. Были выявлены грубые нарушения лицензионных требований во всех трех организациях. В сообщении Росздравнадзора говорилось, цитирую, «По результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю пластической хирургии выявлено нарушение порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава». Конец цитаты. Было возбуждено административное дело. При этом столичное управление Росздравнадзора передало все результаты проверки Следственному комитету для рассмотрения дела уже в рамках уголовного производства. Сам Хайдаров тогда заявил, что были обнаружены лишь незначительные нарушения, и поэтому его клиника продолжает работу. Борис Бейлин, Вести ФМ. А у жителей Мурманской области появилась возможность дополнительно заработать. Им будут платить по 5000 рублей за информацию о нетрезвых водителях. О материальном поощрении бдительных и неравнодушных граждан сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, выплату начнутся уже в этом году, а процедуру их получения сделают максимально удобной для людей. Сейчас на прямую связь со студией выходит автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы пока оставил за скобками, что называется, этическую сторону этого вопроса, но вот с точки зрения безопасности дорожного движения. Действительно ли нетрезвый водитель сегодня – это такая массовая угроза, и, на ваш взгляд, донесенная до органов правопорядка информация способна ли исправить ситуацию? – Слушайте, слава богу, что вы сказали слово «безопасность», а то в анонсе этой новости прозвучал способ подзаработать. И я боюсь, что в этом-то самая главная проблема. То есть мы сначала с вами договоримся вот о чем. Так это способ заработать или это способ обеспечить безопасность? Вот мы должны на этот главный вопрос себе ответить. – Нет, ну, приятно с полезным можно совмещать, Антон. Я как раз про безопасность. – Хотя бы, тогда окей, что для вас первое. И уверены ли вы, что безопасность может быть только за деньги? – Не, ну, видите ли, в чем дело. Я не живу в Мурманской области, к сожалению, может быть. В этом смысле мы с вами абстрактно обсуждаем. Я вот вас спрашиваю как специалиста по безопасности дорожного движения. А вы меня в качестве кого сейчас спрашиваете? – Дело в том, что это ни разу не новость, то, что придумано в Мурманской области, потому что в Москве вы можете точно так же сообщить, донести, стукануть на человека, который, по вашему мнению, неправильно припарковался, заработать баллы и потом бесплатно парковаться самому. То есть это, к сожалению, а может быть и к счастью, не знаю, по-моему, это, к сожалению, становится обиходом. И я при всем уважении к подобной борьбе за безопасность всякий раз задаюсь вопросом. А она точно должна быть за деньги? А мы точно не можем за безопасность призывать участвовать в этой борьбе населения бескорыстно? Так что мне кажется, что эта инициатива правильная сама по себе. Но вопрос в том, а почему за это нужно платить 5 тысяч, он для меня главный. Даже не механизм, даже не само по себе вот это понятие способ подзаработать. Вот это меня, собственно, и удивляет. Мы к этому действительно как к способу заработка будем относиться? Антон, но с другой стороны, все-таки вот если отвлечься, я еще раз говорю, вывести из-за скобки там этику, то, в принципе, это полезная мера. То есть если гражданин сообщит про своего соседа, что тот пьяным садится за руль, то это сразу приведет в действие механизм правоохранителя, которые тут же выйдут на место, которые тут же купируют возможность нарушений и даже с печальным исходом. Я бы с удовольствием согласился с этим посылом, если бы знал, что это уже работает. А кто сейчас мешает без инициативы мурманских, неважно, каких-то других властей, вам, если вдруг вы, я, кто-то еще увидел пьяного, позвонить в полицию? Вот отсутствие этой уверенности. Я же спрашиваю вас про то, как сработает правоохранитель, а не про то, позвоню я или нет. То есть, смотрите, нам с вами мешает не то, что платят или не платят нам за это деньги, а отсутствие механизма, как все это работает, правильно? Про механизм я вас спрашиваю, я вообще пешеход. Так вот об этом и разговор, что, на мой взгляд, должен быть сначала механизм, чтобы я без всяких дополнительных денег мог действительно, если мне что-то не нравится... Позвонить. Спасибо большое. Например, я позвонил. Антон Чуйкин, автоэксперт, был в нашем эфире. ЭКОНОМИКА И переходим к обсуждению экономических вопросов. Вместе с нами сегодня директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв. Александр Александрович, здравствуйте. Александр Александрович, есть ли связь? Вроде только что была. Но, тем не менее, я уверен, что ее в ближайшие минуты восстановят. А пока я напомню нашу аудиторию, что у Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, естественно, есть свой сайт в интернете. И на этом сайте, естественно, публикуются научные материалы этого уважаемого Академического Института. И есть вещи фундаментального характера, монографии, статьи для научных журналов. А есть такой жанр, который именуется авторами «краткосрочный анализ динамики внутреннего продукта». И делается он буквально раз в месяц. И, собственно, для постоянной аудитории тоже не секрет, что каждый практически раз, когда Александр Широв имеет возможность выйти к нам в эфир, надеюсь, такая возможность появится и сейчас, я начинаю именно с этого документа, с этого аналитического материала, подготовленного коллективом авторов под руководством Александра Широва. Потому что это, как мне кажется, в современных условиях такая самая динамичная оценка процессов, происходящих в нашем обществе. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Отлично, связь появилась. Я как раз сейчас анонсировал начало нашего разговора на основе краткосрочного анализа динамики ВВП. Последний выпуск вы опубликовали буквально на прошлой неделе. И из того, что мне бросилось в глаза, это данные, которые свидетельствуют о замедлении роста. Или даже, позвольте себе цитату, данные о промышленном производстве за декабрь 2023 года свидетельствуют об отсутствии роста с поправкой на сезонный календарный фактор на протяжении последних семи месяцев. И тут, конечно, очень требуется ваше пояснение. Ну, на самом деле, никакой драмы пока мы не видим. Такое замедление, оно, по-видимому, неизбежно, потому что расти непрерывно темпами 3-4% на протяжении более чем года, ну, на виду, ни одна экономика мира не может. Тут вопрос в том, вот это, так будем его называть, Платона, который вышла наша экономика, это, значит, какая-то устойчивая тенденция, или она будет в ближайшее время переломлена. На самом деле, значит, есть масса факторов, которые говорят в пользу того, что действительно мы видим и исчерпание там свободных мощностей промышленности, мы видим эффект от довольно жесткой денежкредитной политики, то есть высокопроцентных ставок, это снижение объемов ипотечных кредитов, это снижение кредитования, значит, бытовой техники, автомобилей, вот, это все, конечно, факторы не очень благоприятные, но, с другой стороны, понятно, что все-таки экономика большая, пока мы находимся в стадии роста, и, в общем, у экономических властей есть, конечно, возможности по поддержанию экономической активности, ну, вот, в ближайшие годы, ну, месяцы, прежде всего, да, то есть в ближайшие месяцы этого года, и в этой связи, значит, важно очень, что будет происходить в ближайшие, наверное, там, 3-4 месяца, вот, и после выборов, и по итогам послания президента Федеральному собранию, надеюсь, что там будут определенные новеллы, в том числе с точки зрения развития нашей экономики. — А здесь, Александр Александрович, возникает такой вопрос более футаментального порядка. А вот это непрерывно нужен рост? Потому что, когда вы говорите «плато», то это можно же переводить, как и известное равновесие. И очень может быть, что там в известный исторический период для такого-то количества населения с такими-то, в общем, удовлетворенными в той или иной степени потребностями вот это вот равновесие в экономике, отсутствие ощутимого роста, рост на уровне, скажем, 1%, что мы видели, кстати, на протяжении многих лет до 2019-го, например, 2020-го года. Это норма? Или все-таки нужен постоянный, стремительный рост на уровне как раз тех же 3-х хотя бы, а то и более процентов? О чем, кстати, сегодня говорил господин Белоусов? — Ну, на самом деле, понятно, что если посмотреть на то, как ситуацию рассматривают экономисты, то они говорят не только о количественном росте, но и о качественном росте. То есть нам нужно не просто, так сказать, иметь какие-то вот эти цифры этого экономического роста, но и чтобы эти цифры превращались в изменение, значит, качества жизни в стране, да, прежде всего. Но это как бы общий разговор. Но если мы в частности будем смотреть на нашу экономику, то мы понимаем, что у нас огромное количество нерешенных проблем пока еще и в области социальной политики и там сфере ЖКХ и обеспеченности наших граждан различными там и товарами длинного пользования, и социальными благами и так далее. То есть с точки зрения повышения качества жизни у нас еще на самом деле очень высокий потенциал недовольтворенных потребностей. И это значит, что вот этот рост, он как раз и может основываться на том, что мы вот эти проблемы постепенно будем решать, постепенно будем жить лучше, постепенно будут расти наши доходы, и, собственно, именно для этого требуется цифра экономического роста на уровне там 2-3%, не меньше 3%, как мы говорим. Кроме того, есть еще проблема нашего положения в мировой экономике. То есть если мы растем медленно, то понятно, что наши конкуренты так или иначе свое положение улучшают, а мы, в общем, топчемся на месте. Это тоже неприемлемо, особенно в текущих геополитических условиях. Поэтому вопрос темпов экономического роста – это не столько экономическая дискуссия, сколько вопрос о том, как быстро будет меняться наша жизнь. И поэтому, конечно, вот это вот плато, которое было бы, например, естественно в экономике развитых стран, которые достигли уже высокого уровня потребности, значит, удовлетворения потребностей общества. Но вот нам до этого пока все-таки еще далеко. Поэтому экономический рост – это самый главный рецепт для повышения уровня качества жизни в нашей стране. Вот за это мы и боремся, собственно. Я уже упомянул сегодняшнее заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова. И еще одну цитату, позволю себе. Из него, к сожалению, одним скачком прыгнуть в этот механизм экономического роста или создать его за один год не получится. Мы столкнулись с целым набором системных ограничений. И выход на устойчивый экономический рост означает достаточно масштабную структурную перестройку, которая позволит эти системные ограничения преодолеть. Конец цитаты. И вот по поводу как раз системных ограничений, препятствующих выходу на траекторию экономического роста. Андрей Белоусов, я думаю, желающие могут посмотреть, назвал свои факторы. Вот с вашей точки зрения тоже может быть три-четыре самых главных. Российская экономика находится в таком состоянии, когда вот эти фундаментальные ограничения экономического развития, они в общем на самом деле лежат на поверхности. Но первое из них, это, конечно, и, наверное, самое существенное, это все-таки наше технологическое отставание. При всем том рывке, который в области мы сделали за последние несколько лет, конечно, нужно понимать о эффективности производства. Мы пока от развитых стран и даже уже от ряда крупных развивающихся экономик пока отстаем. И это требует серьезных действий. Прежде всего, требует обновления большого количества производственных мощностей, которые у нас есть в стране. А это инвестиции, это технологии, к которым нам, опять же, Запад закрывает путь к наиболее эффективным решениям в этой области. Вторая проблема, которую мы имеем, это, безусловно, демография. Конечно, ситуация на рынке труда, которая сейчас сложилась, старение населения, это вызов. Тут нет тоже, опять же, никакой драмы. Мы вполне можем с этим справиться, но это означает, что мы должны менять и социальную политику, и политику в области образования, и на самом деле политику в области использования трудовых ресурсов. А это, опять же, те же самые технологии и инвестиции. Ясно, что у нас нормально не работает механизм перелива капитала. То есть, ситуация, при которой заемные средства обеспечивают всего 8-9% от инвестиций в основной капитал, это, конечно, ситуация не очень хорошая. То есть, нормальный переток денег от тех секторов экономики, где их избыток в те сектора экономики, где их пока недостаточно, где требуется модернизация производства, вот этого у нас нет. Вот эти, пожалуй, три ключевых проблемы, которые мы имеем, они на самом деле действительно требуют серьезных мер, как мы говорим, структурной политики. То есть, это и промышленные политики, и политики с точки зрения развития новых секторов экономики. Это требует определенного переспеления бюджетных расходов, но бюджет здесь все не решает. Тут, конечно, очень большая роль бизнеса будет. А для этого нужно создавать соответствующие условия, в том числе и налоговые. Поэтому можно с Андреем Ромичем согласиться в том, что действительно быстро выйти на вот такие вот устойчивые темпы экономического роста одномоментно, в 3% трудно. С другой стороны, нужно понимать, что мы и 2022 год, и особенно 2023 год прошли, я бы сказал, сильно лучше ожиданий и на пределе потенциальных возможностей экономики. Действительно, мы используем и те мощности, которые можно было загрузить, и воспользуемся уходом из нашей экономики крупных транснациональных компаний, которые освободили многие ниши, и наш бизнес на них пришел. Ну и так далее. И вот теперь главное, чтобы вот этот вот импульс, который экономика получила в 2023 году, чтобы он не затих. Поэтому вот эти вот тенденции, про которые мы говорим, тенденции к замедлению темпов экономического роста, их нужно пытаться все-таки преодолеть. И в этой связи мне показалась чрезвычайно любопытная публикация у вас же на сайте статьи, которой вы в четвертом номере журнала «Проблемы прогнозирования за этот год». Это автор одна ваша коллега, господа Кузнецова и коллега из Ростова-на-Дону, если я не ошибаюсь, Дружинина. Как называется это, об актуальных концепциях стратегии пространственного развития России. И вот это вот пространственное развитие России, стратегия пространственного развития России, это, к сожалению, то понятие, которое, ну, правильно скажем, не на слуху. Гораздо больше говорят об иных экономических категориях, чем вот про пространственное развитие. И если оглянуться, то на моей памяти было там и укропнение сел, и массовый переток, значит, населения из сельской местности в города сначала, а потом переток в крупные города, когда из, ну, для вас тоже не секрет, сколько населения за 50 тысяч человек потеряло Волгоградская область за один только 23-й год. Люди уезжают из некоторых территорий. И в этом смысле вот эта стратегия пространственного развития, которая тоже, видимо, должна подразумевать где-то укропнение, а где-то и разукрупнение, это и шаг к решению демографической проблемы. И, я думаю, и шаг во многом к решению проблемы вот этого развития бизнеса, не загнанного только в крупные городские агломерации, где уже и тесно, и, в общем, и условий для развития, может быть, меньше, чем на просторах России. Вот если можно, несколько слов о том, что такое пространственное развитие, и действительно, как это взаимосвязано с решением проблем, стоящих перед экономикой страны? Эта вот статья появилась у нас на сайте совершенно не случайно. На самом деле, сейчас в правительстве начата уже работа над разработкой актуализированной версии концепции пространственного развития, ну и, соответственно, за этим последует обновленная версия стратегии пространственного развития. Почему сейчас это опять стало актуальным, разработкой такого документа, таких документов? Это, на самом деле, ровно потому, что пространственное развитие тоже представляет собой одно из ограничений экономического развития. Вот мы понимаем, что тот уровень доходов, который формируется в нашей экономике, он уже складывается из разных элементов. И, например, вот наши оценки показывают, что те же самые пресловутые 3% экономического роста, которым нам так необходимы, чтобы решать те проблемы, которые стоят у нас перед страной, перед обществом. Так вот, они невозможны без опережающего развития таких промышленных регионов, как Поволжье, Урал и Сибирь. Потому что именно там есть потенциал дополнительного роста, в том числе с точки зрения промышленности. Так вот, стратегия пространственного развития, она должна, на самом деле, ответить на вопрос, в какой степени вот эти вот тенденции экономического роста на Дальнем Востоке, на Урале, в Центральной России, как они могут быть элементом формирования общей экономической динамики в нашей стране и, в общем, инструментом повышения уровня и качества жизни в нашей стране. И здесь действительно проблем очень много, потому что, к сожалению, предыдущая версия стратегии пространственного развития, которая была принята не так уж и давно, всего лишь там несколько лет назад, она на эти вопросы не отвечает. И ровно поэтому сейчас вот правительство, оно активно занимается тем, чтобы сделать этот инструмент более эффективным, чтобы им можно было пользоваться, в том числе с точки зрения решения задач не просто пространственного развития, но и всей экономики в целом. Потому что ясно, что если весь рост у нас будет сконцентрирован в ограниченном количестве агломераций или ограниченном количестве регионов, столичных и похожих на них, то, конечно, это очень сильно ограничит потенциал экономического роста. Потому что вот неудовлетворенные потребности, про которые я говорил, вот это пространство роста, которое у нас есть в стране, оно сконцентрировано отнюдь не в этих агломерациях, а скорее там, где есть еще серьезные проблемы, где требуется обновлять и коммунальную инфраструктуру, и социальную инфраструктуру, и строить новые дороги, ну и так далее. А вот все-таки из каких элементов она складывается, эта стратегия? Что имеется в виду? Потому что, опять же, там агломерация разговора о том, что как будет здорово объединить практически в один большой город Москву и Санкт-Петербург, и как в этом смысле поможет, например, строительство ВСМ, это то, что есть условно в новостной повестке. Про все остальное, может быть, не менее важное, а может быть, даже более важное, практически не говорится столь же регулярно. Поэтому вот поясните, пожалуйста. Ну, на самом деле, есть фундаментальные проблемы, это проблемы управления. На самом деле, сейчас мы имеем ситуацию, при которой региональные власти имеют достаточно ограниченный ресурс с точки зрения решения тех проблем, которые у них на территории формируются. И причем я здесь сейчас говорю не только о правительствах регионов, да, то есть субъектов федерации, но и про муниципальное управление. На самом деле, здесь у нас много нерешенных задач. Прежде всего, с точки зрения распределения обязанностей и обеспечения вот этих вот самых обязанностей конкретными финансовыми ресурсами. Безусловно, у нас сейчас механизм предусматривает трансфер в пользу регионов со стороны федерации, да, и значит, этот механизм там работал успешно и в кризисе 20-го года и 22-го года, но если мы говорим о том, что так или иначе, большая часть проблем, которые есть у нашего населения, должно решаться на местах, то мы должны обеспечить все-таки нормальные механизмы финансирования тех обязательств, которые формируются у региональных властей, в том числе, например, и инвестиционных, для решения инвестиционных задач, которые сейчас на самом деле, ну, практически большая часть регионов, за исключением наиболее обеспеченных, решать самостоятельно не могут. И это вот, наверное, ключевой вопрос. Второй вопрос – это взаимодействие государства и бизнеса. То же самое развитие инфраструктуры, строительство автомобильных, железных дорог, строительство энергетической инфраструктуры – это не просто вопрос государства, это вопрос того, как государство будет взаимодействовать с бизнесом, потому что строить нужно там, куда хочет прийти бизнес, где у него есть интерес, где у него есть проекты, и где вот эти вот рубли бюджетные, которые собраны со всей экономики, на самом деле, могут быть получить софинансирование со стороны частных компаний. И такое софинансирование может быть очень серьезным, потому что речь идет о том, что на один рубль бюджетных средств такие проекты могут привлекать там пять, десять, может быть, даже рублей со стороны бизнеса. И вот если этот механизм нормально заработает, если размен интересов между бизнесом и государством состоится, то в дальнейшем мы тогда получим вот этот новый инвестиционный цикл, и мы тогда получим более устойчивую экономику. Вот ровно то, о чем сейчас говорил Андрей Ромич Браусов. Да, но это, насколько я понимаю, подразумевает вообще изменение всей налоговой системы нашей страны. Совершенно по-другому распределять эти налоги тогда надо. На самом деле понятно, что может быть радикальных каких-то изменений не нужно, да, но нужны точечные меры, как минимум на первом шаге, да, которые бы повышали обеспеченность, финансовую обеспеченность. Опять же, подчеркну не просто региональных властей, но и региональных властей, и отчасти муниципальных властей. На самом деле, на уровне муниципалитетов у нас тоже есть целый там, большой объем проблем, да, и в том числе связанные с тем, что есть у нас муниципалитеты успешные, богатые, у которых есть какой-то ресурс, а есть муниципалитеты, у которых никакого ресурса нет. Они так или иначе должны поддерживаться и управляться там на более высоких уровнях. И вот этот вот, эта вертикаль, да, которая бы полностью выстроила механизмы управления на федеральном и региональном уровне, конечно, должна в ближайшее время быть модернизирована так, чтобы решения, которые там принимались, они бы были эффективными с точки зрения общих задач, которые стоят перед экономикой. Ну и перед обществом тоже. Ну, это практически какие-то, правда, фундаментальные изменения, потому что когда вы говорите про точечные, то я не совсем понимаю, что опять в очередной скажут, что там из центра будет направлен целевой какой-нибудь трансперт в определенный регион, а там губернатор скажет, что он отправит в определенный поселок. И, к сожалению, я, правда, я не очень вижу, чем это решится. Но, впрочем, это фундаментальный разговор, и нам сегодня его не завершить. Спасибо, что обозначили проблемы. Александр Широв, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии наук был с нами. Спасибо большое. Экономика